В Армавире шахматное движение имеет многолетнюю историю. Сегодня эти традиции продолжает шахматная школа. Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, в городе проходят шахматные турниры, только с учетом обстановки в онлайн-режиме. Только в июне их было 30. В рамках недавнего празднования Дня города состоялся онлайн-турнир по шахматам «Звездочки Армавира». В минувшие выходные наш город принял участников Общего собрания Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», которые прибыли в Армавир из разных городов и районов региона. Собрание прошло в стенах детско-юношеской спортивной шахматной школы. Участников приветствовал глава Армавира Андрей Харченко. Он подчеркнул важность этого вида спорта для юных и взрослых горожан. «Большая работа проводится сегодня в городе Армавире по развитию шахмат. На определенном этапе были поставлены задачи, чтобы в каждой школе это направление было присутствовало. Они теперь не просто присутствовало, а выходило на новый уровень. Самое главное, что мы видим, что детям сегодня и коллективам учебных заведений это такая хорошая, добрая история, которая помогает развиваться. Мы видим, что наша муниципальная шахматная школа, она в целом и в край на хорошем счету, я думаю, вы тоже об этом знаете. И очень приятно, что руководство школы максимально прикладывают все усилия, чтобы сохранить вот те добрые традиции, которые были заложены предшественниками в городе Армавире». Приветственное письмо общему собранию от имени Федерации шахмат России и от себя лично прислал президент Общероссийской общественной организации Андрей Филатов. «Желаю общему собранию конструктивного, все-таки имеющейся задачи, запланировать новые цели, которые станут локомотивами в развитии шахматного схода на территории России». Участники собрания познакомились с докладом о результатах работы и определили приоритетные направления деятельности Федерации на предстоящие пять лет. Были решены организационные вопросы. Так, президентом краевой организации стал Евгений Бондаренко, а Владимир Сметана был назначен председателем попечительского совета. Шесть членов организации вошли в президиум, в их числе и представитель Армавира Николай Ширшиков.